Доброе утро! Я говорю всем телезрителям, которые заскучали без новых свежих рецептов. Друзья мои, сегодня приготовим пасту вместе с креветками и с добавлением сливочно-майонезного соуса. Я уже поставил воду закипать для того, чтобы отварить пасту. Ну а сейчас на разогретую сковороду я отправляю кокосовое масло, пусть оно там растопится. И я пока займусь чесночком. Сначала мы раздавили, а теперь вот так вот пластиночками нарезаем. Чеснок порубил, убираю его в сторонку. Тем временем пасту отправляю в кипящую воду. Я займусь лучком. Нарезаем мы его также мелким кубиком. Что я делаю дальше? Чеснок, который я предварительно порубил на мелкие кусочки, отправляю на сковородку. Буквально минуту даем чесночку поделиться своими эфирными маслами. И добавим туда репчатый лук. Все перемешиваем и даем немножечко поджариться. Займемся базиликом. Базилик я нарежу крупными фрагментами. Вот как только мы видим, что лучок у нас начинает приобретать золотистый оттенок, добавляем сюда креветку. Креветки я приобрел очищенные и припущенные. Поэтому готовить долго нам ее не придется. Также все это перемешиваем и даем буквально 3 минутки немного поджариться. Добавим сейчас мы к креветкам сливки. Я брал сливки 20-процентные. И также я добавлю столовую ложку майонеза. Провансаль от МЖК. Майонез приготовлен из сырья российского производителя. Хозяйки на заметку. Для того, чтобы сделать блюдо еще вкуснее, я использую Провансаль от МЖК. Свежий майонез местного производства. Только из натуральных ингредиентов. И всегда радует качеством. Производится по традиционной гостовской рецептуре, которой уже более 40 лет. Провансаль от МЖК. Свежесть, натуральность, качество. Все это хорошенько вымешиваем. Теперь я немного увеличу мощность. Нам важно, чтобы сливки выкипели. И соус получился такой более густой консистенции. На этом этапе я добавлю базилик и добавлю черный молотый перец. У меня сварилась паста. У меня приготовился соус. Для того, чтобы все это между собой смешать, я пасту отправляю прямо к соусу, прямо на сковородку. И начинаю это все аккуратненько перемешивать. Ну вот, друзья, очередной рецепт позади нас. Это значит, что мы хорошо справляемся со своей задачей. И радуем всех домашних вкусной едой. Правдин приготовил, приятно подкрепиться.